Ребят, всем привет! С вами Оля. Сегодня у нас очередное парфюмерное видео. Сегодня поговорим про парфюмерные новинки. Новинки это то, что у меня появилась в коллекции. Это те ароматы, которые были приобретены недавно, которые уже вовсю-вовсю-вовсю радуют меня и моих близких, моих окружающих, потому что от меня вкусно пахнет. Знаю то, что вы очень любите данный формат, очень любите такие видео с покупками, поэтому, конечно же, оставайтесь со мной. У меня будет 4 аромата. Они все разные, все вкусные, все пришлись по душе. Некоторые я знала и купила именно за того, что я очень-очень-очень хотела их в коллекцию. Какие-то были для меня открытием, но также пришлись по душе, ни о чем не пожалела, но, в принципе, как обычно. Поэтому поехали! Первый аромат, который я очень-очень-очень-очень тысячу раз очень давно хотела в свою коллекцию, это Zarka Parfum Pink Molecule или розовая молекула, да. Цвет жидкости также розовый, что нам говорит о том, что название аромата полностью соответствует его содержимому. Посмотрите на этот красивый лаконичный флакон. У меня это второй аромат от Zarka Parfum. И оба они мною очень любимы, но этот прям вот выбивается из всей линейки, наверное, и на самом деле приносит мне немоверную радость. Еще раз повторюсь, этот аромат я знала и купила его уже только потому, что пробник у меня закончился, я поняла, что я не могу без него жить. Этот аромат, аромат счастья, аромат хорошего настроения, аромат вот прям вкусноты и такого огромного-огромного позитива. На самом деле, чем он пахнет? Пахнет он для меня смесью таких вот сочных фруктов, как абрикос и арбуз. То есть, он на мне вот так играет, да, с такой интенсивностью, что... С такой периодичностью, я не знаю, с такой хаотичностью наоборот, что я чувствую то ягоду абрикос, то сочный, спелый, также такой вот прям вот налитой арбуз. Вот я сейчас нюхаю и не пойму, чем же мне пахнет больше. На самом деле, такое ощущение, что да, это комбинация двух вот этих вот составляющих пахнет одновременно, да, интенсивно и очень-очень вкусно. Я не очень люблю описывать аромат, подбирая такие вот описания, как вкусно. То есть, ну, понятно то, что все ароматы у нас плюс-минус вкусные, но это на самом деле вот хочется обонять, хочется нюхать, хочется постоянно искать, где же, где же, от какой части тела пахнет. И это на самом деле очень вкусный аромат. Также в пирамиде, по-моему, нам заявляют шампанское, что-то такое игривое, игристое. И на самом деле есть такое какое-то ощущение пузырьков, ощущение на самом деле радости, ощущение какого-то праздника. То есть, возможно, это фруктовое шампанское, возможно, это просто шампанское с фруктами. Почему молекулы? Обычно молекулы, они так пахнут, очень узнаваемо. Допустим, вот дальше я вам буду рассказывать про ароматы от Джульетт Хазеган, которые, ну, 100% очень узнаваемы, потому что в них есть вот этот амбраксан, молекулы, как их еще называют здесь, возможно. Другое понятие вкладывается в смысл молекулы молекулярной. Не знаю почему, но почему-то это молекула розовая. Здесь нет ярко выраженной вот этой вот ноты амбраксана, я ее не чувствую. Но, тем не менее, этот аромат все равно чувствуется как-то вот так вот свежо, очень позитивно, очень вот так вот, еще раз повторю, поднимающее настроение. Что-то, какая-то нота дает ощущение вот этих вот пузырьков, ощущение вот этой сладости, именно сладости как в шампанском. Дальше, по мере того, как вы его носите, он становится более таким кремовым, более сливочным. И на самом деле, также в пирамиде нам пишут, то ли взбитые сливки, то ли вот что-то такое вот, какая-то кремообразная, а также сладкая, как сказать-то, субстанция, да. И уже слышится такой, возможно, фруктовый десерт, именно со взбитыми сливками. Но нота шампанского, она также не уходит. Даже, наверное, не шампанского, а какого-то, может быть, фруктового лимонада. Но вот это вот, еще раз повторюсь, ноты таких воздушных, игристых, игривых пузырьков, которые прямо дают вам в нос, очень отчетливо и ярко слышится на протяжении всей носки. Еще раз повторюсь, это празднично, это ярко, это сочно, это свежо, это корзина огромных фруктов, это спелое что-то, очень сочное, очень такое лимонадное, да. Я бы, наверное, возможно, сказала, возможно, что это идеальный парфюм на лето, но на самом деле это идеальный парфюм на любой сезон, хоть он и скроен, так вот на летний лад, то есть здесь фрукты, здесь все такое вот отпускное, отдыхательное, но на самом деле, если вы хотите праздник именно сегодня и сейчас, то совершенно не возбраняется, мне кажется, попользоваться этим ароматом и осенью, когда немного так мрачновато на душе, грустновато бывает, чтобы немного скрасить свое, возможно, у кого-то депрессивное или просто не очень веселое и радостное настроение. И недавно у меня был день рождения, и я выбрала ароматом дня, именно этот аромат, потому что он как раз накануне пришел ко мне, и мне очень хотелось его получить именно перед моим днем рождения, так что для меня это был праздник вдвойне, потому что на мне был новый аромат, на мне был очень мною любимый аромат, и он просто вот скрасил мой праздник в разы. Рекомендую познакомиться, если любите такие вот сочные, фруктовые, взрывные, очень яркие ароматы, шлейфовые, комплементарные, это тоже про него, обязательно присмотритесь, классный. Раз уж мы начали про фрукты абрикос, я продолжу, наверное, ароматом от Монталь, это ванилла экстази, также я его выбрала вслепую, не так же, а его я выбрала уже вслепую, а чем он пахнет, я не знала, но меня очень заинтересовало то, что в составе пирамиды данного аромата у нас как абрикосовый цвет, так и абрикосы, то есть все опять же на тему абрикосов, мне очень нравится эта нота в парфюмерии, нравится, когда она по-разному обыграна, не обязательно это должен быть свежий фрукт, как в предыдущем аромате, также очень нравится, когда это, допустим, какой-то уже десерт из абрикосов, либо варенье из абрикосов, либо какое-то повидло, да, это я уже рассказываю про вот этот аромат, чем нам пахнет эта ванила, я, наверное, сейчас его набрызгаю на себя, потому что, знаете, не было еще очень много времени, чтобы с ним познакомиться, но первые эмоции мне приятны, первые эмоции меня также порадовали, и я очень боялась то, что будет гиперсладко, суперсладко, прям вот невыносимо сладко, я на себе, в принципе, да, такие вот сильно сладкие ароматы терплю, ношу, люблю, но когда ты выходишь куда-то в люди, надо быть аккуратнее, осторожнее, чтобы как бы окружающие не задохнулись от излишней сладости, и здесь на самом деле нет вот этой приторности, нет вот этой гиперсладости, чего я сильно боялась, то есть это достаточно сухая ваниль с ароматными такими фруктовыми, опять же, абрикосовыми нотками, и абрикос мне чувствуется такой немного шершавый, как будто вы вот гладите вот эту вот саму шкурку, то есть нет вот этой сочности фрукта, а именно такая вот бархатистая, кожаная даже, можно сказать, фруктовая, абрикосовая, персиковая даже, возможно, шкурка, то есть мне пахнет именно кожицей, да, кожицей, очень мягкой, бархатной, как я уже сказала, и именно поэтому этот аромат больше для меня такой терпко-сладкий, чем вот прям вот сильно ванильный, то есть я не чувствую здесь сильной ванильности, а для меня именно какая-то такая больше, возможно, даже, знаете, ассоциации с чем, с какой-то запечённой корочкой у абрикосового пирога, то есть это бисквит, да, какой-то сладкий бисквит, и больше уже, наверное, кондитерская сладость. Этот аромат, повторюсь, уже более кондитерский, то есть если вы не любите такие съедобные ароматы, то, скорее всего, этот аромат вам не понравится, но он очень гармонично вписывается, опять же, именно в такую осеннюю, немного такую мрачноватую, дождливую погоду, он очень понимает настроение, он создаёт такое тепло, уют, именно вот такое ощущение, как будто вы сидите дома, и где-то печётся, допустим, вкусный пирог, пусть это будет не обязательно абрикосовый пирог, пусть это будет шарлотка, пирог из груши, то есть смысл именно вот этой вот запечённой корочки. Что ещё добавить, даже не знаю, ещё раз повторюсь, то, что если вы боитесь излишней сладости, здесь её нет. Обобщить, если обобщить все эмоции по данному аромату, то это именно ощущение вот этой вот бархатистой шкурки, и ощущение такого какого-то кондитерского изделия, которое у вас стоит в духовке, и вы прямо ждёте то, что с минуты на минуту вы его достанете, и будет запечённая корочка именно с ванильной, наверное, даже присыпкой. То есть как таковой такой вот яркой, мощной такой вот ванили здесь нет, которая не всем и не всегда нравится, и я тоже не совсем люблю такую вот прям однозначную, даже больше на ванилин похожую в ваниль. Следующий аромат – это аромат от полюбившегося мне парфюмерного дома Juliette Hazegane. Полюбился он мне уже давно, но совершенно не сразу. Я все эти ароматы было время пробовала в отливантах, в пробниках, и они на меня не произвели должного впечатления. Но по мере того, как я их разнашивала, читала какие-то отзывы, начала потихоньку знакомиться как будто бы заново, и понимаю то, что, в принципе, есть у данного дома жемчужины, да ещё какие. Романтина у меня никогда не было, и всё-таки решила я её приобрести. Читая отзывы, я иногда поражаюсь просто, насколько мы разные, насколько разные у нас восприятия ароматов. Мне очень странно слышать то, что люди называют этот аромат резким, называют его более мужским, называют его каким-то таким вот очень ярким и вызывающим головную боль, я не знаю про что, они пишут. На самом деле для меня это очень мягкий, кремовый, пудрово-нежный аромат на тему чистоты, свежести с именно таким вот кремовым потоном. Бывает то, что пудровые ароматы, они чувствуются так вот сухо, как будто вы засунули нос в пудреницу и нюхаете вот эту вот рассыпчатую пудру. Здесь же мне почему-то больше он чувствуется кремовым, больше таким атласным даже, такой, как сам флакон. Камера, наверное, не передаёт, и полное ощущение, то есть он не совсем белый, он как будто в розовинку, в какой-то такой вот нюдо-выбежевую, что ли, оформлению данного флакона. Вот полное соответствие данного флакона, оформление, цвета и самого аромата. Здесь однозначно есть ирисовые ноты, но очень тёплые, которые дают именно ощущение вот этой вот уходовости, этой вот пудровости, этой вот нежности и чистоты. А однозначно здесь есть какой-то белый яркий цветок, возможно, тубероза, возможно, апельсиновый цвет, что-то такое, что делает этот аромат, опять же, кремовым и, опять же, таким вот невинным, что ли. И, мне кажется, Джульетт Хазеган – это тот парфюмерный дом, который один из первых, наверное, не побоялся говорить о том, что в составе данных ароматов есть такая синтетическая молекула амброксан. Они, наверное, и вот молекулы, эти эксцентрики молекулы, да, они полностью построены на синтетических нотах, но, на самом деле, это вообще нисколько не открытие. Сейчас вся парфюмерия у нас полностью синтетическая, и это не страшно, и это нормально, это нормальный эффект. То есть, сочетание каких-то молекул, сочетание каких-то химических элементов дает звучание того или иного цветка, фрукта, кожи, еще чего-то. Но вот в данных ароматах именно у Джульетты я четко, четливо и 100% слышу именно вот этот амброксан. Сначала, вот поначалу, почему меня оттолкнуло именно данное звучание, потому что мне казалось это каким-то сильно уж ярко выраженным, что ли, но потом, как показала практика, именно амброксан делает ароматы очень шлейфовыми, очень такими играющими на коже, и эти ароматы нравятся окружающим. На самом деле, они собирают комплименты, потому что даже тот же самый не парфюм, который я не взлюбила с первого нюха, с первого затеста, потом стал моим любимцем именно потому, что он собирает комплименты, людям нравится, как от вас пахнут, людям нравится, как этот амброксан играет на коже, как он раскрывается, как он, как сказать-то даже, высасывает из вашей кожи, мне кажется, все самое вкусное, что есть, что накопилось у вас, да, и соединяясь именно с запахом вашего тела, делает какой-то личный даже аромат, мне вот так вот кажется. И здесь, конечно же, в романтине, кроме тех нот, которые я уже вам перечислила, которые я отчетливо слышу, есть вот эта нота амброксана, которая делает этот аромат тоньше, звонче, ярче, и на самом деле такой длинный от этого аромата шлейф. Если вы еще не в курсе, и если вы, не знаю, сомневаетесь, не зацепило вас что-то, попробуйте, перепробуйте, ну, не знаю, подойдите с какой-нибудь другой стороны к данным ароматам, но я не исключаю того факта, что, возможно, не ваше, это тоже может быть, и ароматы не обязаны нравиться всем и каждому, просто я рассказываю свою историю, то, что моя любовь случилась не сразу, и вот так вот как-то кардинально, из резко отрицательного в резко положительные эмоции, поэтому, да, очень много у меня уже ароматов от Джульетты, и, да, сейчас я вам покажу еще один, это уже новинка, этот аромат был выпущен, по-моему, в 2017 году, это Sunny Side Up, долго я, опять же, сомневалась покупать, не покупать, потому что попробовать было негде, а, судя по отзывам, опять, очень трудно сориентироваться, понравится данный аромат или не понравится, я ненавижу, просто ненавижу, когда обсуждают какую-то стойкость, не стойкость у ароматов, слетает, не слетает, это настолько все индивидуально, у меня лично проблем со стойкостью нет, поэтому даже когда вы меня спрашиваете, советовать стойкие, не стойкие, рассказать стойкие, не стойкие, я очень сомневаюсь и колебаюсь, как про это рассказывать, потому что на мне ароматы держатся долго, я ароматы меняю часто, поэтому я не успеваю к ним привыкнуть, И каждый день у меня новый аромат, и я его слышу очень долго. Конечно, у всех у них разная интенсивность, и по-разному вы можете его воспринимать. Либо это будет яркий, как, допустим, первый, либо второй аромат, такой интенсивный шлейф, интенсивное звучание. Либо это будут вот такие вот джульетты, которые будут создавать такую просто ауру вокруг вас, но не будут резко выделяться и резко бросаться в глаза или ещё куда-то, в нос. Так что вот, этот аромат однозначно понравится тем, кто любит кокосовые ароматы. Ароматы на тему кокоса, ароматы на тему такой уходовой солнцезащитной косметики, а и ароматы на тему именно солнца и такого немного пляжного настроения. Но на самом деле этот аромат не обязательно носить на пляж, просто такие вот немного солнечные ассоциации. Ну, наверное, просто автору удалось передать полностью как название аромата, так и его содержимое. Также здесь чувствуются, опять же, такие пудрово-нежные, деликатные очень ирисовые нотки. Кокосовые уже сказала, но, возможно, это не сам кокос, а кокосовое молочко, кокосовое что-то такое, сливки какие-то, то есть кремово, очень нежно. Возможно, какие-то цветы, но очень фоном, но в любом аромате, скорее всего, присутствуют цветочные ноты, поэтому это не навьё. И молочный сандал. Всё это даёт ощущение полное погружения в солнечную атмосферу, полное ощущение пребывания на пляже, полное ощущение таких солёных брызг, потому что на самом деле чувствуется какая-то солоноватость в данном аромате, полное ощущение пребывания в каком-то райском месте, где плечица моря жарят, просто парят солнце, и вокруг горячий песок. Этот аромат понравится тем, кто, мне кажется, любит Crystal Noir, по-моему, он называется от Versace, то есть это такой солоновато-кокосовый аромат, который собирает как много комплиментов, так и наоборот полный фу, у меня с ним неоднозначные эмоции с этим ароматом, но скорее больше нравится, но, знаете, так вот на грани, странный он, немного странный, и здесь тоже такое же сочетание сладких кокосовых нот в перемешку с чем-то немного солоноватым и даже немного животинистым. То есть при всей такой простоте на первый взгляд, то есть когда вы нюхаете, вы полной картины не ощущаете, его надо распылить на кожу и все-таки немного поносить. Он очень хорошо раскрывается, трансформируется, но, опять же, не ждите от него такой вот убийственной яркости, как, допустим, от ароматов там тех же самых манталь, ну, не обязательно манталь, просто есть такие очень яркие, интенсивные ароматы, которые заполняют просто все пространство и все ваши вот рецепторы забиты этим ароматом. Этот нет, это как и многое у Джульетты, очень деликатно, лаконично и, не знаю, уместно в любом, при любом настроении, в любой жизненной ситуации. То есть этими ароматами, мне кажется, нельзя переборщить и никого удушить, и никто вам не скажет то, что, ну, и по жизни никто не скажет то, что от вас невкусно пахнет, но никто так даже и не подумает, то есть это очень приятно. Если вдруг сомневаетесь и любите все то, что я вам описала, хотите побывать на морском побережье, не выходя из дома, присмотритесь, попробуйте, не знаю, не читайте отрицательных отзывов, на самом деле аромат милейший, прекраснейший, и вот на эту тему просто замечательно. Отлично обыгранная нота кокоса, отлично обыгранная нота вот этих солнечных, очень ярких, жарких нот, поэтому я, наверное, больше советую. Естественно, если вы любите такие вот амброксановые ароматы, которые с ярко выраженной нотой амброксаны, то есть здесь он также чувствуется, именно поэтому при всей своей такой молочности, при всей такой своей воздушности и облачности он очень шлейфовый, то есть нота амброксана будет за вами там еще далеко, вы уже прошли, а люди все еще будут нюхать ваш прекрасный шлейф. Ну, по крайней мере, это мои такие эмоции, я не проверяла, но мне так кажется, потому что, еще раз повторюсь, на многие ароматы от Джульетты я получала комплименты, даже на те, которые я уже на себе прекращала слышать. Поэтому, да, поэтому присмотритесь, если есть где, вам повезло, если у вас есть где потестить, у меня потестить негде, поэтому я покупаю вслепую, но не разочаровалась. На этом все, это были мои последние парфюмерные покупки, приобретения, которым я несказанно рада. Сегодня я, наверное, надену вот этот вот ванильный экстаса от Монтали, побуду сегодня абрикосовым пирожочком с запеченной такой корочкой, корочкой, потому что на улице немного пасмурно и так уже прохладно, и осень уже вовсю стучится к нам во все окна и во все двери. Мне сегодня хочется тепла, мне хочется согреться, мне хочется такой гурманской сладости, поэтому я распыляю, не жалею. Да, смотрите, как я его не жалею, именно потому, что он не вызовет 100% никаких отрицательных эмоций у тех людей, с которыми я сегодня встречусь. Ну все, жду вас внизу в комментариях, если есть что сказать. Также подписывайтесь в соцсетях, везде, где можете меня найти. Я думаю, вы меня везде сможете найти. Поэтому все, пока, всех люблю, целую.